Я так давно дружу с поварами, что меня невозможно чем-то удивить. Ну чем? Стерлядью в шампанском или десертом из белых грибов? Однако есть мельчаки, которые думают, что это возможно. Посмотрим, что у них из этого получится. Перефразируя известное высказывание из одного известного фильма «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь», я вам скажу «Удивляйтесь, господа, удивляйтесь». Я тоже хочу удивиться. Давайте посмотрим на продукты и посмотрим, получится у нас это или нет. Что мы имеем? Бананы, клубника, обычный набор продуктов, яйца, масло. Вот. Вот это аромат, ребята. А вы слышите? Да, я тоже слышу. Это поварской музыкант, это музыкальный повар, это просто замечательный человек, мой друг. Александр Ванясян сегодня у нас в гостях. Где он? Я слышу только звуки, его еще пока нету. Вот он. Саш, привет. Дима, привет. Привет, привет. Я устрою. Да, спасибо большое. Он всегда так ходит, на самом деле. По улицам играет на саксофоне. Вот скажи мне, ты себя больше кем считаешь, поваром или музыкантом? Музыкантом. Музыкантом, да? Хотел бы. Хотел бы, да? Тем не менее, тем не менее, сегодня ты будешь готовить больше, чем играть. Все это давнешняя история. Когда учился в училище Мозорского, на инстаграме на джазовом отделении, рядом находилась такая сеть ресторанов. Я решил, почему бы не попробовать, чтобы хоть как-то не зависеть от родителей. Понятно. Пошел туда работать. Да. И затянуло. Отлично. Ну ладно, поговорим сегодня еще об этом. Что мы сегодня будем готовить? Чем ты будешь удивлять? Не побоюсь этого слова. Я попытаюсь тебя удивить, Дима, пиццей. Пиццей? Меня удивить пиццей? Ха! Хорошо, что это бы за пицца. Первая, которую мы приготовим, это будет пицца-омлет с бустурмой, которая так тебе понравилась. Да. Вторая будет фруктовая пицца-десертная. С чего начинаем? Сначала мне нужна будет большая плошка, в которой... Большая плошка. Давай. Вот тебе большая плошка. Ну, я так знаю, что для пиццы вообще очень важное значение иметь тесто. Расскажи про муку. Про муку. Вот для меня это не принципиально. Вот если тебе подашь мерник, мне нужно отмерить много воды. Мерник тебе еще? Да, да. Мерник ему еще... Нашел что-то похожее. Я взял, сейчас расскажу, что я взял. Я взял 900 грамм муки и беру 500 грамм воды. Обычной муки? Обычной. Потому что для итальянцев, может быть, это принципиально, это их блюдо. Для нас в России, где пицца стоит хороших денег, это должно быть как бы не прикуская к супу, ничего такого. То есть у нас это отдельно самостоятельное блюдо. Стоит прилично, как я уже говорил. Поэтому... Итак, значит, сколько муки, сколько воды? 900 грамм муки, 500 грамм воды. Сахара на оглас, ну, где-то грамм 25. Я вот так добавляю. Соли тоже чуть-чуть. То есть ты сразу добавляешь соль? Да, сразу. Сразу же добавляешь соль? Говорят, что соль мешает дрожжям и так далее. Кому как. Допустим, я так больше люблю с товарищами, когда мы собираемся, что-то делаем. Любим покрутить пиццу, то есть так подрасываем. Да, да, да. И то есть, конечно... Ты сегодня этим покажешь? Если у меня получится здесь раскрутить на столе, то постараюсь. Замешиваем рукой тесто. Хорошо. Вот, и как раз соль, она скрепляет тесто, и его можно покрутить. То есть вот... Сколько ты уже готовишь пиццу? Я вот когда только начинал, я даже считал, то есть там, отмечал свою 2000-ю пиццу, я помню. Сейчас уже не скажу, то есть это уже, наверное, лет пять. Лет пять уже готовишь пиццу? Да. Тесто у меня практически готово. Сейчас я его еще замешу. Ну вот ты же... Кто тебя учил вообще готовить пиццу? Были среди них итальянские мастера какие-то? Сейчас у меня коллега итальянец. Так. Ну, как бы, даже он отмечает то, что пицца, которую делаю я... Она хороша, да? Она хороша. Хорошо, отлично. Я с удовольствием попробую, потому что я как раз пробовал пиццу, которую готовят настоящие итальянцы. Ну вот, южные итальянцы. Поэтому... В принципе, смотрю, тесто у меня готово. Такое немного жуткое получилось, но это нормально. Вот это вот он называет готовое тесто. Посмотрите, друзья. Вот посмотрите. Ну, я так понимаю, что оно пойдет отдыхать у нас. Да, пойдет отдыхать, расстоится. Да, обязательно. Сейчас должно... То есть мы сейчас его переложим в эту миску. 20 минут оно постоит. То есть оно такое все растечется, вот этих трещинок ничего не будет. То есть оно будет таким пластом. Ложим его вот сюда. Вот. Сейчас его нужно подобрать в холодильник. Сейчас закрою его пищевой пленкой. Так. Ну, чтобы не ждать, я принес с собой готовое тесто. Можем пока посмотреть. Да, я хочу посмотреть на него. Все такое же, липкое. Ну, оно липкое. Да. Здесь нет дрожжей. Здесь тоже нет дрожжей. Как ты будешь жесткий? Я не понимаю, потому что, я вам честно скажу, когда я единственный раз в своей жизни делал вместе с итальянцем, мы делали тесто, он мне показывал, знаешь, он прямо вот так его брал, и оно не липло совершенно, и оно было такое упругое. Он сравнивал это с некоторыми частями женского тела, вот, и он говорил, вот, я говорю, как определиться, когда тесто готово? Он говорил так, что, вот, когда хочешь себе поцеловать его, тогда тесто готово. Ну, вот это, оно такое, ну, как, я бы не целовался с таким тестом. В чем подвох? Ну, не в чем подвох, а нет. То есть ты уверяешь, что это будет отлично? Итальянцы целуют тесто, армяне шашлык, поэтому. Понятно. Я сейчас, да, это надо будет убрать. Давай, это я убираю. А с этим мы начнем с тобой работать. Есть. Ну, хорошо. Действительно интересно. Плюшку. Мы называем это плюшка. Да. Куда-нибудь тут тоже, если можно... Все называют плюшками разные вещи. Да, итальянцы по-другому. Обваливаем в муке. Так. Готовим себе поверхность. Поверхность должна быть большая, на самом деле. Кому как удобно. Да. То есть иногда там бывает, вот, если мы по работе начнем, куча, куча чеков, приходится девятиться. Девятиться вот на таких пространствах. Наша задача... Вот они, русские условия. Приходит итальянец, говорит, мне нужно много пространства. Он берет, он говорит, мне дайте большую доску и так далее. Видите, в России. Вот тут мы раскатаем пиццу. Что сделаем, ребят? Вот так как делаем пиццу в омлет, самое главное для омлета сделать борт, чтобы не вытекли наши... Изнутри мы начинаем. Делаем, оставляем, да, вот эту вот серединку. Правильно я понимаю? Да, да, да. То есть вот делаем этот борт. И не трогаем ни бортики, как бы. Да, да. Все. Дальше у нас здесь образуется такая шишечка. Наша задача выбить эту шишечку. Да. Уже сейчас, да, мы ее выбиваем. Все здесь, этот воздух, это щелкает все. Но желательно не трогать борта, то есть всегда подтягивать. И вот, наше эластичное тесто, которое, вот, ты говоришь, лепим к рукам, оно под своим же весом начинает растягиваться. Для быстроты мы на работе делаем это. Опа. Так. То есть можно сделать вот так. Показывался он. Слушай, обалденно, обалденно. И не рвется ничего, да? Все. В принципе, наше тесто готово для работы. И как бы, нет предела совершенства. Без дрожжей, без всего, друзья. Я на самом деле удивлен, честно вам скажу. То есть вот сейчас вот этим трогаем. Ну, когда армянин вот так вот начинает крутить тесто, у меня ощущение, что это будет лепешка. Лаваш. Какая-то лаваш, вот знаешь, прям полное ощущение. Тоже есть еще одна такая байка, что все-таки первая пицца, она армянская пицца. Да, 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 да. Так как Ереван старший, все-таки Рим, она 27 лет. Я не знал, кстати. Вот там интересно. И вот лепешка, я забыл, как называется. В первый раз, кстати, поеду в Армению в этом году. Поедешь на родину. Да, и там называется, по-моему, она то ли лангбаджо, то ли лангбаджо. Ну, в общем, это первая пицца, как мне кажется, в мире. А вообще, знаешь, почему пицца круглая? Нет, расскажи, интересно. Потому что, ну вот, воины, греки, римляне, у них были круглые щиты. Щиты, да? Да. И они как бы на них... Готовили пиццу. Да, да. Ну, это как одна из байк, я думаю, такая. А я не знаю, байк очень много. И вот моя версия по поводу появления пиццы в Армении, она имеет место быть, потому что помидоры появились в Италии, насколько я помню, в веке 17-18. То есть, ну, аккуратно, после того, как Колумб открыл Америку, поэтому в Армении уже помидоры были. Ребята, мне кажется, что сейчас Италия объявит, мне кажется, какое-то военное положение. Либо лишит визу, что-нибудь такое. Претензии предъявит точно Армении. Это вечный спор, это как, между прочим, в Иерусалиме, ты знаешь, да? Армяне спорят с католиками, кому принадлежит та ступенька или нет. Принадлежит она армянам, принадлежит она католикам и так далее. По поводу пельменей тоже многие спорят, кому они принадлежат. Это интересно. Да. И так, где узнал, что открыли первый винокурник, конечно же, тоже на Шрибереване. Естественно. А где же? Конечно, конечно. Готова наша с тобой тесто основа. Это так называется. Итак, смотрите, две основы для пиццы готовы, да? Да. Что мы делаем дальше? Смотри, с чего хотим начать. Пицца омлет или? Как тебе удобно, на самом деле. Давай, это начнется с пиццы омлета. Давай. Что это за пицца омлета? Я знаю, есть пицца карбонара. Да, есть. Что-то подобное? Случайно. Случайно как-то она получилась. Как раз где-то в компании с друзьями сидели. И что-то вот, помню, приехал друг из Еревана как раз, так понравился тебе бастурму. Так, вот оно, да. Это вообще потрясающе просто. Какой-то это аромат просто. Я попрошу тебя, Дима, взбить мне яйца. То есть нужна будет посуда. Давай. Яйца, наверное, три. Их надо будет так сильно-сильно взбить до образования пенки. Это вот развивать яйцо. Яйцо подсмотрел у какого-то кулинара. Итак, мы сейчас сделаем какую-то омлетную смесь, потом будем как-то эту смесь заливать просто в пиццу или как? Да. Да? Я умею яйца разбирать одной рукой. Потому что это вот обдваивается как-то несерьезно. Вот так, раз, все. Сильвестр Сталлона где-то это видел у него. Я только один итальянец научил это делать как раз, когда мы готовили пиццу. Отдесского происхождения, Сильвестр Сталлона. Да? Ну, уже десит. Это что? Кто сказал? Сильвестр Сталлона, отдесит? Да, да. Ну, бабушка у него точно оттуда. Слушай, какие-то интересные байки-то мне расскажешь, пицца из Армении, Сильвестр Сталлона, отдесит. Ну, вообще, да, Сталлона, у него же была другая фамилия. Сталлон? Нет. Окей. Сталлонский. Сталлонский. Конечно. Так, ну что, я взбиваю? Не, подожди, я добавлю, потому что про рецепт у него спрашивал. Про рецепт, да, как появился этот рецепт? Вот, приехал товарищ из Еревана. Вперед. Так вот, Бестурму, Суджук. Приехала куча других знакомых, все представители такие бывших советских республик. Так. И все привезли что-то свое. У меня дома были только яйца, помидоры, почему-то красный лук. То есть ты подготовился к приезду гостей? Нет, я просто не знал, они даже не звонят, они так приезжают. Ну, приехали. Привет, я из Еревана приехал тут. Да, да, да. Нормально. У меня такая же история, допустим, с папой, то есть у папы день рождения 7 января, чтобы кто-то позвонил, предупредил, что кто-то приедет. Такого нет. То есть все его друзья, не звоня, приезжают, и мы 7 января с папой вместе готовим всякие пиццы и омлеты. Обсуждаем, что стол он и подвисит, как и Стивен Сигал. Тоже, кстати, хороший повар, говорят. Да, ну-ну-ну, они все это привезли. Они все это привезли. Ну, конечно, куча колоритного вот этого алкоголя, местного, какого-то купленного где-то там. Вы все это смешали, выпили и приготовили эту пиццу? Нет, я так всегда получил, что меня заставляют готовить. То есть там шашлыки, что-то такое. И не было возможности выйти на природу, что-то сидели дома. И я говорю, что у меня есть яйца, лук, помидоры. Типа, и ты привез бы в Турму. Попробовали, сделали. Понравилось. Вот такая пицца, понятно. И потом вы еще добили это все алкоголем хорошим? Хорошим, да. И, короче, эту пиццу надо под алкоголем есть, правильно я понимаю? Ну, можно и так. Сегодня мы не подготовились просто. Хорошо. Так, взбивать это все просто обычным венчиком? Я люблю вилкой. Вилкой, да? Я приготовил поэтому вилку специально. И вот эти попки я тоже люблю, хотя приходится отрезать. Ну, я бы даже сказал, что это не совсем омлет, потому что здесь нет молока, а это все-таки яйца с овощами. Так просто не сватится, то есть там все вздобавим. Все это туда. Солим. Да, обязательно, конечно. Сейчас все это даст сок. Причим чем-нибудь. Вот, пожалуйста. Это крутится, да, как-то? Сегодня в гостях у нас повар, господа. И он знает, что это перечница. Вот. Я тогда попрошу тебя взбить. Просто взбиваем это все. Отлично. Я сделаю сметанный соус. Смотри, не надо. Смотри, уже подготовлюсь. Сметанный соус, да, ты будешь делать? Значит, сметаны и что еще будешь использовать? Чеснок. Сметана и чеснок. Прекрасно. Прекрасный выбор. По-моему, есть у меня хмели-сунели. Да. Подожди, подожди. Вот смотрите, человек, вот, видимо, какие-то секреты оставляет. Значит, что у тебя есть? Сметана, специя под названием... Хмели-сунели. Хмели-сунели. Есть вот этот дикий базирик. Я люблю больше дикий. Зеленый он такой, чисто для итальянцев. Да, я занят тем, что... А, плошка. То есть, я сейчас накромцаю чеснока. Прекрасно. А пицца, на самом деле, мне почему нравится, это такая домашняя какая-то еда. То есть, когда приезжают друзья, они могут сами вот в этом во всем поучаствовать. Слушай, на самом деле, у вас получилась реальная пицца, классическая, как она есть, потому что обычную пиццу как готовят? Из того, что есть, по сути. Итальянцы же так и делают. Это уже сейчас есть разные виды пиццы. Маргарита, прошутофунги. А по сути... Но маргарита это же символ Италии, это же флаг. Конечно, конечно. Кстати, вот товарищ обслуживал недавно в лучаном спалете. Он тоже такой ценитель пиццы, но ест только, по-моему, маргариту с черепомидорами. И какой-то супчик. То есть, такого культа. Посмотрите, чеснок, хмели-сунели. Правильно вы говорите? Хмели-сунели. Да, да, да. Сметана. Сметана. Порвел немного базилика. Ну, а тем временем я уже практически сбил, уже до пенки у меня. Ну вот, вот. Ты прямо вот так рвешь. Прямо так, да. Большими кусками. Папины какие-то. Это армянские дела уже. Да, да, да. Папины штуки. Я всегда там поражался. А вот ты говоришь постоянно про папу. Он тебя хорошо готовит, что ли? Папа тоже подрабатывал у меня, когда жил. Мне кажется, каждый армянин хорошо готовит или нет? Да, и вот говорит, что в возрасте 17 лет, если в Армении на тебя ходят на шашлыки, значит, ты чего-то стоишь. Можно так сказать, если в 17 лет на тебя ходят на шашлыки, как у нас ходят на балет. Да, да, да. То есть также в Армении, если на тебя ходят на шашлыки, значит, ты как бы состоялся в этой жизни. Ну, да, можно так сказать. Быстрому, хочешь попробовать? Я очень хочу. Я вот этого жду, просто я специально не прикасаюсь, потому что это священно. И, конечно, не протеряем доску. Тут же у нас уже есть, что-то в доске такое. Конечно, конечно. То есть, ну, наоборот. Спасибо большое. И, то есть, заказывав правду. Ребята, все, в принципе, вот ничего больше не надо. И ты удивлен. Я всегда, когда прихожу в магазин, если я вижу быстрому, я не могу пройти мимо. Как это вкусно. Значит, просто намазали честочной сметаной соусом лепешку, уже у всех слюнки текут, я понимаю. Куда вот эти дела пошли уже? Армянские. Аромат. О-о-о. Слушай, ну в Италии же пицца там готовится буквально какие-то там... Да, и там... Несколько минут. Минуту. Нет такого спроса именно к виду блюда. То есть, это у нас там могут... Реально приходят в ресторан люди с линейкой. А сыр? Сыр будет? Я не люблю добавлять сыр. Ты не любишь добавлять сыр в пиццу? Ну, в омлетную пиццу нет. Вот такую вот классическую итальянскую добавляют. Интересно. Вообще-то я вот как раз, я вот и ждал этого, что сейчас будет омлет, а потом сверху какой-нибудь пармезан хотя бы. Все, пицца готова, да? Да. Ну, потекли вот эти штуки. Ничего страшного. А сколько по времени такая пицца готовится? За ней как раз она из тех пицц, за которые надо смотреть, потому что... Ну, правильно я понимаю, как яйцо схватится, тогда пицца и готова. Ну, в принципе. Температура у нас 200... 250. Итак, температура 250 градусов, да, и мы следим. Да, за этой пиццей следим. За этой, которую сейчас будем делать десертную. Фруктовая, да? Да, в принципе, можно сказать, что 7 минут ей хватит. Нам нужно с тобой растопить масло. Прекрасно. Тебе нужен затейник. Мне нужен затейник или затейник. Как говорят армяне. Ну, он такой затейник, наверное, такой какой-нибудь. Масла немного, то есть нам буквально нужна будет столовая ложка. Всего лишь столовая ложка масла. Фрукты, фрукты по вкусу, какие хочешь? Ну, наверное, сезонные. Я бы так сказал. Вот какие хороши сейчас. Тебе можно... Ягоды могут и пойти. Да, есть. Будет ли здесь какой-то соус еще сладкий? Мы... Я думал добавить туда мед. Мед? Да ничего проще. Саш, все для тебя. И мед у нас тоже есть. Спасибо. Что еще ты хочешь? Что хочешь, то я тебе дам. Я вот не люблю чистить киви. Не любишь чистить киви? Я тоже не люблю. Да. Так, значит, ты используешь банан, киви. Да. Клубнику. Что еще пойдет? Клубничка. Замечательно. Еще чуть банан. Какие... Самые вкусные какие фрукты сюда идут? Ты взял, выбрал сейчас самые вкусные? Ну, по мне, да. Может быть, манго. Может быть, персик. Персик он, наверное, был бы хорош, наверное, с куриной какой-нибудь пиццей. С куриной пиццей. Да, ананас тогда. Это тоже. Это классика. С соусом пробекю, что-нибудь такое. Это классик. А это просто такая легкая, вот к чаю какая-нибудь пицца. Пицца к чаю. Да. Так я предлагаю назвать. Сколько тебе киви надо? Все? Да нет. Сколько хочется. Давай две. Две. Сейчас я приготовлю клубнику. Прекрасно. Клубника, киви и банан. Соусом будет служить мед с чем-то еще, да? Именно самой основой будет у нас сливочное масло. Такая слегка с сахаром припорошенная. Ага. И мед. Мед потом. То есть она запечется. Ах, потом? Да, да, да. То есть это все? Это все. Ну это я не могу назвать пиццей, это пирожок просто какой-то. Ну ты попробуешь? Это просто фруктовый пирожок. Понимаете? Я так могу назвать пиццей все. Все, в принципе, хочешь мне помочь, пособирать пиццу. Сейчас опять противень. Все очень просто, друзья. Итак, значит, мы раскатали тесто. Это вы видели. Дальше мы используем киви, банан, клубнику. Самые, как считает Саша, хорошие фрукты. И мы будем готовить пиццу. Так, собираем. Смело поправляй. Она все-таки должна быть круглой. Все-таки должна быть круглой. Ну ничего страшного. Кстати, я готовил с итальянцами и квадратные пиццы, между прочим. Серьезно тебе говорю, абсолютно не брезговал человек. Не брезговал. Что, мы, наверное, банан вниз пойдет? Или мы промажем сначала? Сначала промажем. Промажем маслом. Угу. С сахаром? Или сахар сверху просто посыпешь? Сахар потом сверху посыпать. Можно я это сделаю? Да. Он мне доверяет. Смотрите. Вот таким образом, да, просто? Пища бедняков. Просто промазываем маслом, да? Обильно, Саша? Или вот так достаточно? Как хочется. То есть это совершенно не важно. У меня все уже подготовлено, нарезано. А какая вот, может, у тебя есть какая-то пицца, которая считается твоим коронным номером, Саша? Какая эта пицца? Как, наверное, любой повар, я не особо люблю пиццу. Да ты что? Да, то есть это уже на столько... Нормально, нормально. Достаточно сахара? Да, все и выкладываю. Баланы там коронного. То есть это именно то, что ты... Молодец повар сегодня у нас. Сам по ходу дня что-то придумал, угостил своих коллег. И они тебе говорят, что, типа, это было здорово. Это, наверное, есть. Прекрасно. А так, смотри, у нас уже почти все готово там. Вот я вообще решил сделать вот так, понимаешь? Мне почему-то кажется, что это будет очень вкусно. По крайней мере, опыт мое общение с армянами показывает. То, что вот люди готовят очень просто вроде, а вот получается так, что просто невозможно устоять, невозможно удержаться. Смотрите, здесь можно все это было перемешать, да, тогда бы соки перемешались. Можно попробовать, кстати, завернуть. Было бы очень круто. Мне тоже кажется, что вот можно сделать как-то вот более... Да. Да, давай это сделаешь ты уже тогда. Может, тогда сразу добавлю меда. Давай. Есть такое блюдо, я забыл, по-моему, называется оно стромболе. Стромболе, да? Да, и вот это как раз вот этот рулет. Что тебе нужно? Мне нужен мед, ложка. Пожалуйста, возьми. Так, 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 берется, заворачивается. Ребята, импровизируем. Что делать? Да. Я попробую завернуть. Все-таки такой пирог тогда у нас будет. Ты же назвал пирожком. То есть будет пирожком. Прекрасно. То есть он просто сейчас, то, что я делал тут, слои, он просто взял все это и испортил. Просто я хотел, чтобы было красиво. А он решил все равно все свернуть. Ладно, спасибо. Спасибо, Саша. А не вытащит сок? Ты сейчас обрезал края. Вот, я тоже вот зажму. Чуть-чуть, конечно. Мы сделаем. Мы делаем для того, чтобы, когда эта композиция окажется в духовке, то она надуется, если не сделать эти надрезы. И потом осядет и будет такая, как блин такой. Будет некрасиво. Что ты хочешь сделать? Смазать маслом его. Чтобы цвет немножечко, да? Ну да. Ну и все. Все прекрасно, хорошо. Пицца-пирог у нас сегодня. А есть же закрытая пицца. Как она называется? Ну вот эта, которая вот так вот выглядит примерно. Она называется стромболи. Есть кольцоны. Кольцоны? Да, такие а-ля чебуреки, только надутые. Да, да, да. Но это же... Прак тоже есть такое блюдо. По-моему, только в Грузии. Чебуреки. А-а-а. Сейчас скажу, сейчас скажу. Как называется оно? Тоже с разными начинками. Хачапури? Хачапури, да. Случайно тут загнулся в борт, но пицца, в принципе, готова. Ну ничего страшного, что борт загнулся. Смотрите. Ну, аромат приятный очень даже. Да. Очень много. Румяная, посмотрите, какая. Это что я сейчас... Недрожжевое тесто, обратите внимание. Промажу. Можно сделать чесночное масло и промазать борт. Так что, вон, давай, наливай масло и опять привлеку к работе. Да. Так, делаем чесночное масло. Нам нужен чеснок. Да. И масло, собственно. Да. И все. И все. И все. Это все, что нам нужно. Так, смотри, чеснок я чищу, я уже очистил парочку. Ну все, хватит. Хватит, да? Да, да. Ну вот так вот. Я очень шустрый человек. Специально ездил в Италию уже посмотреть, что это все такое. Как готовится пицца. Да. И что ты решил после этой поездки? Было для тебя какое-то открытие, удивление, может быть? Что у нас вкуснее. Что у нас вкуснее, да? Да, да. Вот так вот, ребят. Вот так. Это патриот сегодня у нас в гостях. Прекрасно. Все, смазываем. Смазываем, так. Теперь надо ее как-нибудь выложить покрасивым. Выложить покрасивым. У нас есть замечательные круглые тарелки, на которых я тебе предлагаю выложить. Как-нибудь постараюсь красиво ее тут отрезать. Да, давай. Красиво выложить. Ну такой вот, да, по тесту все равно русский вариант. Русский вариант пиццы, ребята. Ну так и есть. Потому что в Италии это, да, в прикуску, а у нас это просто едят. Приходят в рестораны, просто заказывают себе там что-то попить. В пицце, поэтому у нас должно быть сытно. Вот я вам честно скажу, итальянцы бы сейчас очень долго бы ругались. Некоторые из них переворачиваются. Сейчас. Некоторые из них сейчас плюются, скажем честно. Но мы, русские люди, понимаем, что это будет очень вкусно. Ну ты же, наверное, тоже был в Италии, не был? Нет, ты знаешь, я в Италии не был, я общался с итальянцами. Вот так тебе скажу. Вот почему-то еще до Италии я не доехал. Где я только не был. Сейчас попробуем, очень интересно. Вот так ты выложил. Будешь как-то еще украшать базиликом, да, решил? А вот базиликом решил, как раз, итальянским украсить, да? Чтобы они не переворачивались, не плевались. Хоть что-то. Мне кажется, что как раз было бы логично украсить это диким базиликом. А я не знаю, я же добавил в соус, поэтому можно его добавить. То есть это готово? Да, это готово. Прекрасно. Мы ждем сейчас, сколько еще примерно будет готовиться наша фантазия кулинарная. Наша фантазия. Когда я сейчас эти некрасивые куски уберу. Так. И попробую что-нибудь придумать. Выглядит она, по-моему, очень даже... Необычно. Да. Так. И вроде и пропеклась. Посмотрите. Кстати, Рассини же, знаешь, такой есть композитор? Замечательный. Это же первая кулинарная книга, которую выпустили. Все сделал именно он. То есть все композиторы, все музыканты отличные. Повара, смотри, он съезжает, все хорошо. Пахнет клубникой, медом. Давай тоже какую-нибудь тарелку. Давай. Я постараюсь снять. Держи. Мне кажется, он снимется нормально. Мне кажется, все будет отлично. На сколько части? На четыре? Попробуем. Пирог не может быть невкусный, потому что, знаешь, как говорил один мой знакомый повар, если у вас хорошие продукты, хорошие, это уже залог успеха. Понимаешь? Ты с этим согласен или нет? Думаю, да. Ну, судя по тому, что мы приготовили, я думаю, ты не то, что с этим согласен, ты подписываешься под каждым этим словом. Да. Хороший пирог, друзья, получился. Домашняя история абсолютно. На самом деле, мне кажется, Александр повелся на то, что я сделал. Провокация. Это была провокация, но он справился. Да и выглядит неплохо, я так выкладываю на тарелку. Мне кажется, замечательно. Мне кажется, что это очень вкусно будет. Фрукты с медом не могут быть невкусными. Ну что? Что-нибудь украсим. Я думаю, что-нибудь можно украсить. Ну как-нибудь. Что-нибудь можно украсить. Украсить. Украду-ка я. Бастер-мы. Масло. Великолепно. Так, хорошо получается. Все, да? Все готово. Можно пробовать. Да. Давай тогда это и сделаем. Давай. Ну что, можно пробовать? Я в нетерпении хочу попробовать эту армянско-русско-итальянскую композицию. Чуть-чуть белорусскую. Белорусскую еще. Немножко Белоруссия здесь есть. С твоего позволения. Друзья, у нас пицца-омлет с бастурмой. Мне кажется, что это должно быть вкусно. Будет ли это удивительно? Сейчас попробуем. Это неплохо. Тесто напоминает недрожжевое. Сметанка очень хорошая. Ну слушай, ну похоже на такую... Лепешку. Очень легкая. Видите, я почти все съел. Ну, интересный вкус. Но я бы сказал, что это, конечно, армянская пицца. Не итальянская. Армянская. Армянская пицца у тебя получилась очень хорошо. Но вкусная. С твоего позволения я перейду к пирогу. А я, с твоего позволения, создам тебе атмосферу армянскую. Прекрасно. Пожалуйста, что-нибудь итальянско-армянское сыграйте мне. Друзья, я просто счастливый человек. Я ем вкусную пиццу. Я ем прекрасный пирог собственного приготовления под руководством шеф-повара Александра Аванесяна. Он играет чудесно. Мне вообще очень везет. Ммм. Мед, клубника, киви, банан. Сочетание превосходное. Пробуйте приготовить это дома. Я уверен, у вас все получится. Замечательная домашняя пицца, домашний пирог. Это было бесподобно. Спасибо большое. Пока. Субтитры подогнал «Симон»